Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу 8 интересных находок, которые вы можете найти в разных миссиях GTA San Andreas. Многие из вас могли их не заметить, так как скорее всего следовали указаниям игры. Но все эти находки так или иначе можно разрушить лишь тогда, когда вы рушите рамки. Или каким-то случайным образом вы на это наткнулись. После коротенькой рекламы мы с вами начинаем. Так, я знаю этого парня, 3 из 3 выдает. Черт! Черт, вы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, эй, спокойный чувак, спокойный чувак, Аризон Ред Рок. Аризон Ред Рок, какой промокод ты вил? Промокод фиг, фиг! Что ж, ты сколько поплаток получил на старте? Нет, чел, я еще ничего не получил, только зарегался, только зарегался. А, сори. Я думал, Жирный тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз убирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж, добро пожаловать мне на Аризон Ред Рок. А здесь находится ваш промокод о 200 тысяч. Ведем его на 6 левле и разбогатеем. И первая миссия это Дравбай, где банда Грух направляется на территорию вражающей группировки Балас. Но если проигнорировать указания игры и ни в коем случае не двигаться на метку, и просто в какой-то момент выйти из автомобиля, произойдет следующее. Поначалу начнет возмущаться Райдер. Но если отойти от машины еще дальше, Райдер скажет, что мы предатели и что мы якобы бросили банду. А после этого Биг Смог сядет за руль и просто уедет. Тем самым миссия будет провалена. Карл и Кен едут в городскую скотобойню, где Кен решает пойти к семье Синдака, чтобы посетить Джонни, который выздоравливает после выписки из больницы. Карл пытается спрятаться, зная, что если Джонни узнает его, будут неприятности. Кен просит Карла подойти с ним, так как его уверенность дала сбой. К сожалению, Джонни переживает еще один сердечный приступ, когда видит Карла. После чего умирает. Члены банды Синдака понимают, что Джонни пережил сердечный приступ из-за своей предыдущей встречи с Карлом, в связи с чем он начинает атаковать его и Кена. И дело в том, что после того, как началась вся заварушка, Кен Розенберг прячется в морозильном отделении, пока Карл убивает мафию. И если вдруг игрок зайдет в морозильную камеру вместе с Кеном, камеру закроют и миссия будет провалена. После чего игрок возвратится в ближайшие больницы, как будто бы СиДжей умер. По приезду на место Карла приветствует искаженный электронный голос. Тот же, что и звонил ему по телефону, который знает что-то о его семье. Некто говорит Джонсону, что хочет узнать, из чего тот сделан, и отправляет Карла участвовать в заезде на Монстр Треке. Тут главное пройти эту трассу максимально продолжительно. 6 минут и 30 секунд будет достаточно. И мало того, что таймер становится красным, так еще и вдававок, когда мы завершим миссию, в топе нашего имени не будет. А вместо этого будут фамилии пяти программистов Rockstar Games. На заброшенную взлетную полосу прилетает самолет Андромеда, впоследствии в который нужно будет забраться, дабы заложить зверчатое устройство. По какой-то причине Карл забывает о парашюте, и его нужно вывивать с одного из пассажиров. Но дело в том, что немногие догоняют, как это сделать, и падают с самолета без парашюта, а после наблюдают кассцену с падением СиДжея на белый адмирал. Все эти миссии связаны с Джекпаком и лишним весом СиДжея. Дело в том, что если вы начнете выполнять данные миссии, и ваш показатель полноты будет выше дозволенного, будут проигрываться 2К-сцены, где проповедник всячески стебется над Карлом и просит его сбросить лишнее кило, иначе Джекпак его понять не сможет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 I need your help for something special. Come back here when you've lost some weight, Patso. I'll be waiting. Hey, man, what the... Dang! I ain't that chubby. Карлу звонит правда, и говорит, что он отвез Пола и Макера в пустыню несколько ночей назад, и просит найти их. Карл, разумеется, отправляется на их поиски, но он еще не знает, какими проблемами могут быть Пола и Макера. По приезду на место двое просят Карла отвезти их на змеиную ферму, и дело в том, что расстояние не такое уж и большое, и многие игроки пропускают одну забавную часть. Если ваша поездка до змеиной фермы будет весьма продолжительной, вы столкнетесь со следующими диалогами и действиями. Продолжение следует... И что, по-другому ежедневно? Продолжай, сейчас! Я не представляю эту часть, Манчестер-кидо. Мы в Чарльтоне. Сколько раз мне нужно сказать, что мы в Америке? Америку! Субтитры сделал DimaTorzok Увидев по телевидению интервью с OG Lock'ом и услышав, что он бесстыдно выдает украденные песни за свое творчество, Карл и Мэтт Док решат проучить плагиатора. И дело в том, что в магазине одежды Victim есть коллекция одежды OG Lock'а, которая до выполнения данной миссии стоит значительно дороже. Но выполнив эту миссию, бренд одежды Lockdown OG Lock, который продается в магазинах одежды Victim, значительно падает в цене, что отражает его падение популярности после окончания его карьеры. Разница просто колоссальная, капец. А на этом у меня все, с вами был Хик, спасибо вам большое за просмотр, за ваш поставленный лайк. Смотрите и другие видео, которые видите сейчас на экране, они тоже очень интересные. А также, если вы любите вообще тематику в GTA San Andreas, то смело можете подписаться. Интересных видосиков будет еще очень-очень много. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok